Компания Hyundai глобально доработала AX35 для китайского рынка. После обновления кроссовер отличился модной внешностью, обзавелся новой мультимедиа-системой с вертикальным экраном и виртуальной приборной панелью. Техническую начинку перемены не коснулись, так что местные журналисты не ждут серьезного подорожания модели. Дизайнеры Hyundai серьезно поработали над экстерьером AX35, и в обновленном автомобиле сложно узнать черты модели образца 2017 года. Вытянутые фары интегрированы в крупнояческую радиаторную решетку, задние фонари соединены светящейся полосой в единый блок, оптика стала полностью светодиодной. По длине — 4500 мм, AX35 догнал преемника — глобальный Hyundai Tucson. От консервативного интерьера с аналоговыми приборами, небольшим тачскрином мультимедиа и шайбами регулировок климата отказались. Салон обновленного AX35 оформлен в соответствии с модными веяниями и в какой-то мере подражает младший Крета. Весь функционал возложен на 10,4-дюймовый портретно-ориентированный сенсорный дисплей, горячих клавиш не предусмотрено, только регулировочная шайба. Также стилисты Hyundai добавили новый руль, цифровую приборную панель и изменили оформление центрального тоннеля. Обещаны более качественные отделочные материалы. Технические улучшения свелись к расширению набора электронных ассистентов. Появились системы автоторможения и контроля слепых зон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Линейка силовых агрегатов проверенная, рестайлинговый AX35 будет доступен с турбомотором 1 и 4T GDI мощностью 140 сил или двухлитровым атмосферником мощностью 160 лошадиных сил. Базовый AX35 комплектуется шестискоростной механикой, с турбо-четверкой сочетается семиступенчатый робот, с безнадувным агрегатом, шестидиапазонный автомат. Автомобили с двухлитровым мотором могут быть полноприводными. Hyundai скоро раскроет цену обновленного AX35, ведь продажи начнутся в течение месяца. Китайские журналисты полагают, что несмотря на внушительный объем доработок, новинка вряд ли будет существенно дороже текущих 120 тысяч юаней, 1 миллиона 390 тысяч рублей. Приемник 35-го, более современный Tucson, стоит в Китае почти в полтора раза больше. За пределами поднебесной Hyundai AX35 продавать не планируют. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.